Значит, наш доклад — это плод совместного творчества, как вот уже сказала... Значит, я германистка, Анна Бадрова — это моя коллега и подруга, она словистая, она один из редких специалистов по славянской литературе в России, всего несколько человек занимаются в славянской литературе. Почему мы встретились с Ракушина, с этим докладом станет понятной и в дальнейшем. Собственно, наш доклад и его направления менялись по ходу дела, и в итоге он превратился немножко вообще в размышления об опасности коловушек интертекстуального анализа. Мы обратились к одному из любимых, и мной, и Анны, произведений современной русскоязычной литературы. Повесть или некоторые критики называют ее романом, это произведение романа «Путь Мури» и Ебаришова 2007 года. Одна из основных линий этого произведения — это рассказ о коте Мури. Мури — это молодой народный кот, вначале проживающий со своими хозяевами в боснийской деревне. Некоторые цитаты на экране, чтобы сэкономить время. Начинается повествование идиллически, кот владеет, собственно, всем окружением, общается с духами, с домовым. И все пропало, когда в Югославии началась гражданская война 1992 года. Хозяева Мури бегут срочно из деревни и оставляют в торопяк кота. Кот впускается в путь, желая вернуть себе свое имущество. Им движет, как многократно подчеркивается Мури, не любовь к хозяевам, а требование вернуть себе свой плед, свою миску и двуногих, которые находились у него на службе. И история кота Мури перемежается с многочисленными другими историями людей и животных, которые все находятся в движении. Кошалот Дик, ну, понятно, аллюзия, да, описывает круги по океану. Спортсменка из Франции собирается на маленькой лодочке приплыть в плотический океан. Альпинист, несмотря на многочисленные травмы, прикованные к инвалидному креслу, собирается опять совершать восхождение на недоступную вершину. Вот все эти люди и животные находятся в постоянном движении, которое, собственно, по-разному ими интерпретируется. В отличие от людей, которыми движут темные импульсы, война, в том числе война в Югославии, тоже интерпретируется как проявление этого движения. В отличие от людей, которым движет вполне программатичная, определенная и конкретная цель. И, да, ну, когда, собственно, да, заканчивается эта повесть «Хэппи-эндом» для кота, собственно, вот он четыре года находится в странстве. Ну, вот видите, обижал в Хельсинки, обогнул Ботнический залив, и в итоге он находится в своей хозяйке в Швеции, в районе для беженцев. Ну, и когда мы, естественно, первая ассоциация, которая возникает, когда читаешь «Кота Муре», это ассоциация с гофмановским «Котом Муром», который сегодня не раз уже упоминался вместе с его прообразом реальным «Котом», и также «Котом в сапогах» Людвига Тика. Ну, надо сказать, что существуют интересные интертекстуальные переклички с Гофманом. Ну, допустим, я когда перечитывала Гофмана, вот для этого доклада, там просто есть соответствие, например, у Беншова «Кот Муре» называют своих хозяев в ноги. То же самое говорит Гофмановский «Кот Мур», это «Свайба, а не бежевка» в ноги и существа. И так далее. Можно найти мотивные сюжетные переклички с гофмановским «Котом Муром». Другая ассоциация у читателей из региона бывшей Югославии не может не возникнуть с классическим произведением детской литературы на славянском языке. Это книга «Котик», не «Котик», а «Кот Муре». Это «Кот Муре», «Мачек Муре» по-славянски. Эту книгу написал в 1975 году Каэтан Кобич, умер в 2014 году. В 2016 году она была переведена на русский язык Борисом Еленеевым под названием «Котик Мурчик». Но дело в том, что «Муре» неоднозначно связан с мурчанием по-славянски. По-славянски мурчать или мурвыкать – это будет прести. С мурвыканием это не может иметь никакого отношения. Каэтан Кобич, автор этой книги, был, собственно, декламированным филологом, он был компаративистом, изучал свою литературу. Он не мог не знать Гоффмана, он был переводчиком также немецкого языка. И тут явно ассоциация с «Котом Муром Гоффманом». И также «Муре», как предполагают исследователи, восходит к славянскому корню «мур». «Мур» – это темный. Некогда в русском языке тоже было слово «мурой». И в славянских языках оно тоже существует. «Кот Муре» – черного цвета. И вот обратим внимание, что тут сливаются, во-первых, интересно, в этом «Коте Муре» сливается германское влияние «кот Мур». И также славянские корни, корень «мур», как темный животный «Муре» – это темное животное. И эта книга выглядит, собственно, прообразом «Коти Муре» Бояшова, из-за чего? Из-за того, что также фигурирует здесь черный кот, темное животное, да, черный кот. И также тут действие, да, это славянское произведение, это славянская повесть. А в книге Бояшова действие происходит также на территории, собственно, распадающейся Югославии. Ну, понятно, да, экологическая связь. Словения – это была первая, собственно, республика, которая вышла из состава Югославии в 1991 году, образовав самостоятельное государство в результате Десятидневной войны. Да, у Баитана Кловича действие происходит в вымышленном кошачьем городе. Там все, собственно, понятия снабжены понятием «мачи», это «кошачий». Вот коты читают кошачью газету «Мачий лист». Там есть кошачья мода. У кота Муре есть подружка Маца, Муца-Маца, это кисонька Маца. Вот. И коты ходят на кошачий футбол, после футбола они идут на «Великое млеко», то есть не на большую кружку пива, а на большую кружку молока. Есть мэр «Великий кот», он развлекает жителей, устраивает машины и бега, и требует от собравшихся только не есть участников. Да, считается, эта книга, на ней, собственно, выросли уже несколько поколений словенских читателей. Она действительно относится к канону детской литературы. Она обросла всякими интермедиальными интерпретациями. И в том числе есть, допустим, рок-проект «Кот Муре». Он проектирован не для детей, собственно, а уже для взрослых. И вот эти иллюстрации, которые я сейчас показывала, они тоже уже стали классической, классикой своего жанра, и выполнила Елка Райтман. То есть это целый комплекс «Кот Муни». И считается, что «Кот Муни» в славянской культуре очень мощно способствовало реабилитации «Черного кота». И вот это я хотела показать картинку. Ну вот первый президент Словении, Милан Кучин, своей предвыборной кампанией, фотографировался с «Черным котом». То есть в других странах это был был сомнительный ход. Вот это был ход предвыборной кампании. Именно считается, что под влиянием «Кота Муни». Но возвращаясь к Бояшову, таким образом у нас выстроилась встроенная концепция. Претекстами «Кот Муни» является «Кот Муни» Боффмана и также «Кот Муни» Ковича. И желаю подтвердить, в свою очередь, там Боффман указывает на свой прототип «Кота в сапогах». И так вот у нас выстроилась генеалогия. И желаю подтвердить эту генеалогию, мы написали письмо Илье Владимировичу Бояшову и спросили его там, ну, насколько он осознанно использовал эти претексты. И я процитирую, да, ответ был неожиданным очень для нас. Я его процитирую почти полностью, без этикетных фраз. Но вот письмо Боишово. С названием «Кота» все очень просто. У философа Бердяева был кот Муни, который разделял с ним все тяготы немецкой оккупации Франции. Признаюсь также, что в то время, когда писалась книга о гофмановском муре, я не имел ни малейшего понятия. Хотя рассказ про Цахиса и другие сказки Гофмана очень люблю. Мне потом рекомендовали прочитать именно о коте муре. Что касается славянского кота, впервые о нем слышу от вас. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Такое происходит сплошь и рядом. Что там имя? Зачастую сразу нескольким авторам приходит в голову одна и та же идея. Как пример мелодия гимна России или СССР, которая одинаково вначале звучит у Василия Калиникова в его пылинии и у Александрова. Хотя эти два композитора стопроцентно между собой не пересекались. Александров знать о ней попросту не мог. Такие вот интересные вещи. Таким образом, письмо Бояшова разрушило нашу стройную концепцию. С другой стороны, указало нам на иной притекст Бояшовского кота, это Бердяевского кота Мурин. Об этом коте Бердяев пишет в своей автобиографической книге «Самопознание». «Я очень редко и с трудом плачу, но когда умер Мурин, я горько плакал». И разрушение нашей стройной генеалогической концепции, оно дает также импульс тому, чтобы поразмышлять, собственно, что объединяет и что различает этих всех котов разных, кота Роффмана, кота Мурин, кота Словенского, кота Мурин Бояшова и так далее. Нам кажется продуктивным осмыслять эту проблематику в рамках теории другого, как она уже сегодня озвучала. Эта теория сейчас существует в разных изводах и активно разрабатывается, а также в рамках теории большого модернизма, как ее излагает, например, немецкий ученый Сильбио Виетта. Одним из истоков модернистского сознания, который Виетта датирует к концу XVIII века, стал селепсизм человека, оторванного от прочих творений природы и сосредоточенного на себе. Модернистское искусство является болезненным переживанием этого разрыва, и реакция на этот разрыв делает его предметом репрезентации и выражает трагическое ощущение его непреодолимости. И во всех почти этих текстах, о которых шла речь так или иначе, присутствует мотив непроницаемости кошачьего мира, и ирония по поводу репрезентации кота и кошки. Но существует каноническая интерпретация гофмановского муга, о ней сегодня уже шла речь, что кот — это филисток, кот — это обыватель, кот — это эпидемиоромантизмом. Но дело в том, что уже в начале гофманам задана собственно ирония по поводу изображения кота. Но вот в разговоре Креслера и Абрахама, как его перевели, содержится мысль о том, что о кошачьем мире мы ничего не знаем. Тем самым все изображение кота, вот этих кошачьих записок, оно предстоит как проекция, как ироническая проекция авторского сознания. То есть это самая ирония автора, то, что написал тьму. И такая же ирония присутствует в повести Бояшова «Путь в море». Там речь идет о двух полемике бесконечной двух ученых-мужей — Пита Стаута и Беланже. И Пит Стаут выступает о планетном присутствии разума у животных, Беланже категорически отвергает разуму животных. И эта полемика так и не получает, собственно, разрешения. Всякая точка зрения оказывается ограниченной. Но вот полемика заканчивается... Да, собственно, финальным элементом полемики Беланже категорически и он не видит, что происходит рядом с ним. Он отстаивает разум у животных, но, собственно, то, что происходит за пределами его узкого кругозора, он не видит. Вот Стаут отправляется на колокольчик, и Шалут начал новый друг, а Муря вернулся к пледу. То есть, таким образом, и в том, и в другом произведении, и у Боффмана, и у Бояшова рассказы о коте, они помещены в контекст размышлений и дискуссий о том, что кошачий мир — это мир другого, он непроницаем, и всякое изображение, всякая, собственно, рекрезентация этого кошачьего мира, она является только человеческой проекцией. При этом интересно, что у Бояшова кот все-таки показан еще более инаковым, чем у Боффмана. То есть, кот, с одной стороны, он, с точки зрения многих, с кем он встречается, очень циничен, прагматичен, эгоистичен. С другой стороны, кот общается с невидимым миром, с миром духов, со всеми домовыми. Человек не видит домового. А во всех домах, которые посещает Мурик, присутствуют домовые со своим характером. Только Мурик, только кот вступает в контакт с этим домовым и также с другими существами стихиальными. Ну и, наконец, в славянском коте Мурик, там все-таки изображено тропомосный мир котов. То есть, вот тоже такой способ отношения к другому, это приспособить его к пониманию себя. То есть, сразу используя осмысление другого. Это наша правда. Все? Все? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну, как-то вот нету. А, вот вопрос. Есть вопрос. Я спрашиваю вопрос. А Катар-Гердяев, наверное, уже все-таки прислали с каким-то заделкой на Катар-Гердяев? Ну, вот это неизвестно. Мы пытались найти уже, почему Гердяев назвал потом. Что в муле возможно влияние кота мула, а возможно влияние опять же этого славянского корня мула. Тоже мула, маула, да, это индоэкопейский корень. Я думаю, что Гердяев был небезызвестным. Да, то есть мы удалось узнать. Нет, у нас почему Гердяев, она была. Можно еще один вопрос? Спасибо за очень интересный доклад, за нетривиальный подход к кошачьей теме. И возможность заглянуть в те глубины, которые нас сильно интересуют. Вот на ваш взгляд, как происходит все-таки возможность остраниться от того, что любое изображение кота в литературе будет антропоморфным? Ну, очевидно, не как. Не как. Не как. Ну, либо только ирония, которая присутствует. То есть, все. Спасибо. Еще вопросы? Если нет вопросов, спасибо огромное еще раз за доклад. И у нас последняя.